Христос воскрес! Воистину воскрес! Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры! Поздравляю всех православных с Рождеством Христовым! И желаю вам крепкого здоровья и счастья! Друзья, наконец-то я нашел свое вдохновение, поймал его, что называется, за хвост. И сегодня мы с вами рассмотрим микроматч, который я сыграл в январском командном турнире на Гамблере с одним из сильнейших гроссмейстеров мира по русским шашкам, самарским гроссмейстером Олегом Дашковым. В первой партии я играл белыми, гроссмейстер Олег Дашков черными. Контроль времени 2 минуты на партию, плюс 1 секунда за каждый ход. СД4, ФЕ5 и черные бьют на Ж5. Белые играют ЖФ4 и черные играют БА5. Нам выпала такая жеребьевка дебюта, это обязательные ходы. И в партии мы оба сыграли АБ4. Но в первой партии, когда я играл белыми, я побил на поле Б4, а Олег Дашков во второй партии побил на поле Д4. В этой позиции белые пытаются укрепиться в центре и попутно занять важное поле А5. То есть, когда у вас вот такая есть связка, за черных возможны блокады фланга, поэтому белые пытаются занять пункт А5. Черные играют АБ6, ну и я играю БА5. Все логично. БЦ5 и здесь я сыграл БЦ3. Гражу атаковать ослабленный правый фланг черных, поэтому им надо играть СБ4. Ну и естественно, в этой позиции можно было сыграть СБ2 и затем разменяться либо вперед, либо даже назад. Но позиция упрощалась и все-таки мне хотелось против гроссмейстера играть наиболее, так скажем, принципиально. Поэтому я пошел СД4. Черные играют БА3. Ну здесь можно было сразу разменяться или подождать. Я предпочел подождать. Все-таки черным надо сделать какой-то ход. То есть после ЖФ6 я уже горжу разменяться ДЕ5 с хорошей позицией на ЖХ4. Здесь также можно разменяться ДЦ5. Ну здесь гроссмейстер нашел очень хороший ход ФЕ7. Возможно, это было известно гроссмейстеру. То есть я разменялся назад, ну и последовало ЕД6. В этой позиции уже можно было сыграть ФЖ3. Но я предпочел сыграть СД4. Черные играют СБ6. То есть, видите, постоянно нельзя играть ЖФ6 из-за банального размена. СБ6. В этой позиции я сыграл БЦ3. Возможно, следовало уже пойти ФЖ3 или даже АЖ3 можно было сыграть. Но я предпочел сыграть БЦ3. Далее в партии последовало ДЦ7. Я сыграл ФЖ3. Ну и в ответ на ход ФЖ3 черные сыграли ЖФ6. То есть, видите, центр белых довольно-таки рыхлый. У них застряла шашка на поле Х2. Но у черных тоже есть отсталая шашка на поле Х8. Но все-таки слабость белых, так скажем, сильнее слабости черных. И в этой позиции мне можно было играть ЕД2, в принципе, с равной позиции. А я сыграл ЖФ4 и очень быстро проиграл. То есть, черные играют БА5 и грозят следующим ходом отдать АБ4 и затем сыграть ДЕ5 и прорваться на пункт С3 и затем идти в дамки. Поэтому у меня остается единственный ход ЕФ2. То есть, не давая вот этого маневра, из-за того, что я отыграю шашку вот таким образом. Ну и уравняю позицию. Поэтому черные в этой позиции просто сыграли ЦБ6. Я играю ЦД2. То есть, еще хочу как-то следующим ходом пожертвовать шашку и напасть, как-то посопротивляться еще. Но черные здесь четко меняются назад. Ну и здесь можно было, в принципе, сдаться уже. Я еще посопротивлялся, отдал шашку. Пошел БЦ3. Последовало ЦБ6. ФЖ3, БА5. Я разменялся. Черные побили в эту сторону. Ну и после нападения я еще сыграл ЖФ4 в цепноте. Ну и тут никаких комбинаций нет. Все-таки время у меня закончилось. Ну и можно было сдаться. Так я проиграл первую партию. Между тем, вот в этой, так скажем, критической позиции, где я сыграл ЖФ4 и быстро проиграл, был возможен ход ЕД2. И здесь возможны два интересных плана за черных. Ну, естественно, нельзя играть ЖФ4 из-за простого ФЖ5. Ну и белые остаются с двумя лишними шашками. В этой позиции, ну, ДЦ5 тоже играть ничего не дает. Потому что белые играют ЖФ4 и на ход ЦД6. Здесь есть интересная жертва двух шашек. Отдаем сперва ФЕ5. Ну, обычно хочется сыграть ЖФ2. Такая стандартная позиция. Но здесь есть еще и вторая жертва шашки. И затем только играем ЦБ4. И в этой позиции уже черным надо играть очень осторожно. Несмотря на две лишние шашки, здесь к ничей ведет лишь такой вариант. Играем АБ2. Первая присоска. Ну, надо бить на поле А3. И затем играем ЖФ4. Вторая присоска. Бьем на поле Д6. Ну, и здесь черные уже играют АЖ5. Ну, и здесь как бы белые не играли, можно сыграть ДЕ7 с ничьей. Либо разменяться вот таким образом. Здесь черные все-таки достигают ничьей. То есть играем ЖФ4. Ну, на ДЦ5 просто пойдем в дамки. А если белые жертвуют шашку и ставят дамку, ну, можно сыграть просто АЖ7. Разменялись. И партия быстро заканчивается ничьей. Вот такой интересный вариант. Кроме того, в этой позиции, кроме хода ДЦ5, у черных был очень сильный план, связанный с разменом в центре. ДЕ5. И в этой позиции, можете поставить видео на паузу и попытаться найти ход за белых. Он здесь у белых единственный практически. Все остальное плохо. То есть в этой позиции неожиданно надо играть ЖМ2. Только этот ход хороший. А ход ЖФ4 и ЖФ4 здесь, эти ходы плохие. Но ЖФ4 проигрывает очень просто. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Он здесь довольно-таки симпатичный. Простой, но симпатичный. Играем АЖ7. И, друзья, что здесь важное самое? То есть, видите, ФЕ5 нельзя из-за ЦБ6. Ой, БЦ5. И черные попадают на предамочное поле и легко выиграют партию. То есть, после хода АЖ7 белым надо играть ЖФ2. Тогда черные делают еще один выжидательный ход БА7. Ну, и видите, на ход ФЖ3 уже просто играем ЖФ4. И возникает ЦУКЦВАНГ. То есть, белым некуда ходить. Можно сдаться. Ход ЖФ4 в этой позиции также плох, потому что черные получают здесь очень большое преимущество. Играем ЕФ4. Именно такой неожиданный ход. Ну, и на единственный ход ЖФ2 черные проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные играют БЦ5. Жертвуют одну шашку. Затем еще две. Ну, используя ослабленное дамочное поле, играют БА7. Белые бьют. И черные попадают в дамки. Ну, позиция, кажется, ничего особенного. Ничейная. То есть, играем ЖФ6. Надо жертвовать шашку. И затем играть АЖ7. Белые играют АЖ5. Черные играют ЖФ2. Ну, и кажется, что белые легко достигают ничей. На самом деле, здесь надо играть очень точно. Данная позиция возникла в одной из партий гроссмейстера Юрия Никеева из города Харьков. Он показывал ее на стриме, и я ее запомнил. То есть, в этой позиции Юрий сыграл ЖФ6. Черные отошли ЖФ6. И здесь белые ошиблись. То есть, к ничей ведет только такая отдача шашки. То есть, отдаем одну шашку. Затем играем АЖ3. Ну, и после нападения надо отходить. Затем играем на поле Е5. Белые играют до Е3. Ну, и как бы черные здесь не играли, все-таки белые достигают ничей. То есть, на такой ход играем ЕФ4. Ну, и после размена, то есть, белые грозят сыграть ФЖ5. Надо меняться. Черные бьют на АЖ8. Белые играют СД2. И на любой ход дамки отдают две шашки либо таким образом, либо таким образом с ничей. А вот ход АЖ3 в этой позиции неожиданно проигрывает. Ну, кажется, можно играть и таким образом. То есть, белые играют СД4. На нападение просто отдаем шашку и затем ведем шашку А6 в дамки. Но черные в этой позиции ведь не обязаны играть на поле Ф2. Они играют АЖ3. Ну, и на ход ДЦ5. А куда еще играть? Черные играют ЖХ2. И выясняется, что угроза ФЖ5 и затем побьем две или три шашки, она неотразима. То есть, в этой позиции еще Юрий сыграл пожертвовую шашку и сыграл СБ6. Но черные здесь все-таки выиграют АЖ7. БА7. Поставили дамку на поле Б8. Ну, и на ход ДЦ3 играем ЖФ6. И белые немножко не успевают дойти до дамок. Потому что их дамка тут же ловится с выигрышем. То есть, в этой позиции все-таки за белых надо играть именно ЖФ2. Только этот ход ведет к равной позиции. Ну, и здесь уже черным надо быть осторожными. То есть, здесь у черных, видите, отсталая шашка на поле Х8. То есть, белые грозят сыграть ЖФ4, ФЖ3. Затем получить мощный центр и легко выиграть эту партию. Но все-таки ничья за черных есть. Для этого надо неожиданно пожертвовать шашку. Вот такая неожиданная жертва. И бьем именно вперед. Ну, и выясняется, что у черных не хуже. То есть, после СБ4 равная игра, жертва. После такого размена здесь выигрывают даже черные еще. То есть, так играть плохо. После ХЖ3 черных спасает комбинация. То есть, отдаем одну шашку, затем вторую, затем третью. Ну, и черные прорываются на придамочное поле. Здесь уже белым надо играть осторожно. То есть, играем СД4 и в ответ на постановку дамки играем ДЦ3. После хода ЖЖ2 меняемся. Ну, и черные все-таки отыгрывают эту шашку. Затем занимают большую дорогу. И партия заканчивается ничьей. Остался нерассмотренным единственный ход. ФЖ3. Теперь черные играют ЖЖ4. Надо играть ЖЖ4. Теперь черные играют ФЖ5. Ну, ФЕ5 нельзя играть из-за простенькой комбинации. То есть, отдаем одну шашку, затем вторую. Ну, и как бы белые не побили, мы попадаем на придамочное поле и легко выигрываем партию. Поэтому у белых в этой позиции единственный ход. ДЦ5. Теперь черные, видите, играют СЖ3. Связывают правый фланг белых. Ну, и на ход СД4 черные проводят вот такую комбинацию. Отдаем одну, затем вторую шашку. И прорываемся в дамки. Ну, и белые здесь все-таки достигают ничьей либо ходом АЖ3, либо ходом ЕФ6. Например, отдаем одну шашку. Играем на поле А6. ДЕ5. Напали. Отошли. Снова напали. Отдаем эту шашку. И играем ЖФ6. Ну, и в ответ на ход дамкой на поле Ф8 можно сыграть АБ4. И затем ФЖ7. Ну, и партия заканчивается ничьей. В второй партии я играл уже черными. То есть, после обязательных ходов. Ну, гроссмейстер также разменялся, только побил уже в центр. То есть, белый занимает центр, черные окружают. Мы поменялись райами. Я играю АБ6. Олег Дашков играет АБ2. Я играю ДЦ5. Видите, пытаюсь связать центр черных. Ну, и на ход ДЦ3. То есть, ЖФ6 уже плохо играть из-за такого размена. Ну, и у белых будет преимущество. Я здесь сыграл ЖР4. В этой позиции, я считаю, Олег Дашков сыграл несколько авантюрно. ФЕ5. Я бы сыграл по-другому. Все-таки в этой позиции надо было играть БА3 и затем размениваться на поле Ж3. Либо сразу же меняться на Ж3. В принципе, здесь равная позиция. Ну, у белых кажется чуть похуже, но ничья достижима. А вот после хода ФЕ5 позиция белых уже кажется сомнительной. То есть, в этой позиции я колебался между двумя ходами. После хода ФЕ7 у черных преимущество. Но здесь можно и не выиграть. То есть, белые бы сыграли АСЖ3. Затем, после размена назад, подтянули бы шашки в центр. Либо ДЕ5, либо ЖФ4 сыграли бы. Ну, и особых проблем бы здесь не испытывали. То есть, скорее всего, я бы тут не выиграл. Но все-таки я сыграл АСЖ5. Я понял, что гроссмейстер играет принципиально. Хочет меня обыграть и во второй партии. Думаю, ну или пан, или пропал. Какая разница, проигрывать 2-0 или 1,5 на пол очка. Надо попытаться выиграть. Сыграл АСЖ5. И в этой позиции гроссмейстер сыграл БА3. Я играл ЖА6. И здесь Олег Дашков ошибся. Сыграл СБА4. Этот ход проигрывает. Ну, здесь все довольно-таки быстро заканчивается. То есть, я сыграл АСЖ7. Затем подрываю пункт Е5. Белые побили. Черные побили. Белые нападают. Черные закрываются. Ну, и после хода ЖФ4 я играю ФЕ7. Здесь все очень быстро заканчивается. ФЕ5 меняюсь назад. На ход ЕФ4 играю ЕД6. Белые разменялись. Я сыграл ДЕ7. Последовало ФЖ5. ДЦ5. На ход ЕФ4 фиксируем. Играем СД4. Ну, и дальше было АЖ3. БЦ7. ЖА4. СД6. Ну, и здесь у моего соперника закончилось время. То есть, мне удалось первый раз в жизни все-таки обыграть в партии гроссмейстера Олега Дашкова. До этого все мои партии с ним заканчивались одинаково печально. Пару раз в Супер Блиц, по-моему, несколько ничьих делал. Ну, у меня с ним очень разгромный счет. Не в мою пользу. То есть, ну, тут ЖА4, ЖА6. Ну, и на ход ФЖ5. Просто ФЕ5. Тут, видите, все очень быстро заканчивается. На ЕФ2 пошли в дамки. Ну, как тут играть? ФЖ3. Пытаться прорваться по флангу. Тогда просто ставим дамку. Ну, и белым некуда ходить. Можно сдаться. А ничья, друзья, все-таки в этой позиции за белых была. То есть, не надо было играть СБ4. СБ2 тоже плохо играть. Из-за АЖ7. Ну, и на ход ЕД2. Здесь уже черные проводят вот такой ударчик. Бьют на поле С1. Ну, и здесь у белых плохо. Н-шпиль проигранный. В этой позиции надо было играть именно СД2. То есть, вынуждая черных сделать ход. Видите, друзья, здесь АЖ7 невозможен. Уже из-за простого ударчика. То есть, АБ4, ДЕ5. И белые попадают в дамки. То есть, так играть нельзя. На ход ФЕ7 белые проводят другую комбинацию. То есть, отдаем одну шашку. Затем вторую. Затем еще две. Ну, и белые также празднуют победу. То есть, так играть за черных нельзя. Поэтому черные обязаны в этой позиции играть ФЖ7. Тогда белые нападают. Черные играют ЖФ4. Ну, и кажется, что все сводится к этим вариантам. Но здесь немножко не сходится к этим вариантам. То есть, белые бьют именно на поле Д6. И на ход черных БА5 бьем именно на поле Ж5. То есть, выбиваем шашку А6 и разгружаем свой фланг. Черные бьют сюда. Белые сюда. Ну, после всех разменов... Все-таки позиция белых плохая. У черных сильный рожон на поле С3. Но белые могут достичь ничьей. То есть, белые играют ЖФ4. И на ход ДЕ7 играем именно ФЕ5. То есть, в чем суть этого хода? Вся соль заключается в том, что нельзя играть БЦ7. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют ЕФ6. Ну, и куда бы черные не побили, они проигрывают. То есть, либо сюда, либо сюда. Без разницы. Белые отдают две шашки еще. Ну, и легко выигрывают. То есть, в этой позиции остается меняться только таким образом. Ну, и все-таки белые достигают ничьей. 4 на 4. Это позиция ничейная. То есть, после размена ЖФ6, АЖ3, АЖ7... Здесь надо сделать точный ход ЕФ2. Только он ведет к ничей. Ну, и теперь, после хода ЖФ6, играем ЖФ4. Здесь еще черные могут помучать белых. Вот такая интересная позиция возникает. На компьютере мне удалось найти очень сильный вариант за черных. То есть, играем АЖ5 и на ход ФЖ3 жертвуем шашку. Теперь играем ДЕ5, АБ4. Напали, БЦ5 побили, АБ6. Черные ставят дамку. Белым надо играть только БА7. Ну, естественно, БЦ7 нельзя играть, потому что две отдаем, две забираем. Остается играть только БА7. Теперь играем ЕФ4. Ну, и белые все-таки могут достичь ничьей. Например, ЦБ2, ЖХ2, БЦ3, ФЕ5. Дамку ставить нельзя, потому что черные играют ФЖ3. Ну, и как бы белые не побили, черные здесь выигрывают. То есть, здесь надо еще точно сыграть ЦБ4. Ну, и здесь уже контуры ничьей становятся очевидными. То есть, на ход ФЕ3 белые проводят свою шашку Х4 в дамке. А если играть ЕД4, тогда в этой позиции уже можно сыграть БА5. Ну, даже можно пожертвовать шашку и поставить дамку. Вот таким образом. Даже тут есть ничья. То есть, видите, на ход ХЖ5 нападаем просто. Ну, и черным некуда ходить. А если черные, допустим, уводят дамку, можно отдать шашку и занять большую дорогу. Если же черные играют, допустим, ЕД4, тогда играем БЦ5. Грозим поймать дамку, надо отходить. Белые проводят вторую дамку в шашке и достигают ничьей. Вот так вот, друзья, удалось одержать все-таки одну победу над одним из сильнейших гроссмейстеров мира Олегом Дашковым. Друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, вставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, можете поделиться этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно. Вроде бы объяснил все понятным языком, просто доходчиво. Но все равно задавайте вопросы, если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. Еще раз поздравляю всех православных с Рождеством Христовым. Друзья, давайте воевать только на шахматной доске. Играйте много, играйте честно. Обязательно разбирайте свои партии после турниров. Ну и просто в спарринг-встречах. И 1 мая, друзья, состоится матч на канале Шашки с Олегом. Состоится стрим товарищеского матча между одним из сильнейших африканских мастеров, Вильямом Чинзели, которого тренирует американец Джейк Качер, и одним из сильнейших гроссмейстеров мира по Блицу в русские шашки Евгением Кондрыченко. Так что 1 мая, друзья, увидимся на стриме. До свидания.